Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Министерство по молодежной политике Республики Дагестан, Дагестанская региональная организация Центра развития молодежных инициатив и канал ННТ предлагает вашему вниманию совершенно новый проект. Игра с умом! Дети, друзья мои! На нашем канале стала добрая традиция проведения интеллектуальных игр. Мы решили немножечко расширить горизонты и впервые пригласили сюда в студию юных эрудитов. Формат игры предоставлен нашими партнерами, клубом интеллектуальных игр «Идальго». Он очень прост. Три отборочных тура, два полуфинала и финал, в котором юные эрудиты поборются за главный приз. Каждый бой представляет собой соперничество двух команд, состоящих из четырех участников. Всего предстоит сыграть три тура, содержащих 15 вопросов в различной тематике и разной стоимости. Каждый ваш правильный ответ, друзья мои, может принести вам дополнительные баллы. Ошибка у вас отнимает эти баллы. В четвертом финальном туре, это очень важно, обратите внимание, вам будет предложен один единственный вопрос и возможность увеличить количество набранных очков. Однако здесь очень опасно ошибиться. Вот здесь очень внимательно, друзья мои. В следующую стадию игры попадут команды, набравшие самое большое количество баллов. Это значит, что даже если команда проиграет в одном из этапов, у нее сохраняются шансы на продолжение соперничества. Так как и выигрыш в одном поединке не гарантирует стопроцентное попадание в следующий раунд. Стремитесь отвечать правильно и пусть вам повезет, друзья мои. Итак, мы готовы начать отборочный тур. Я приглашаю первые две команды. Сегодня это у нас знатоки. Пожалуйста, поприветствуем эти замечательные ребята. Становитесь. И экстремалы. Ну, ребятки, как настроение? Берите микрофоны. Во-первых, возьмите, капитан, возьмите микрофон. Давайте знакомимся, друзья мои. Знатоки, экстремалы. Вы откуда, ребят? С Махачкалой. Махачкала. Вы? Мы тоже. Замечательно. Капитаны команды кто? Вот вы? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ахмед. Эрнест. С чем связано название команды «Знатоки»? Мы все знаем. Замечательно. Это заслуживает аплодисментов. А вы? Экстремалы. А почему экстремалы? Ну, не знаю. Сам решил, как капитан, взял на себя эту ответственность. Будем экстремалами. Ну, ты экстремал реально по жизни. Так, друзья мои. Итак, у вас три темы. Будьте внимательны. Мы вам искренне желаем удачи. Со всеми папами, мамами, бабушками и родственниками многочисленными, которые будут это смотреть. И на канале в Ютубе, и на канале ННТ. Мы все вместе переживаем за вас. Следите за кнопкой. И будьте внимательны, когда я буду зачитывать вопросы. Три темы. Первая. Их знают все. Вопрос на 10 баллов. Кто это? Знатоки. 10 баллов. Расул Гамзатов. Да, а почему тишина в зале? Никто не аплодирует. Замечательно. Экстремалы, вы что это? Спите. Вопрос на 20 баллов. Это кто? Вы точно знатоки? Вот прям точно-точно. Варианты ответов есть? Так. Команда знатоки решила попробовать. Тихо. Пожали. Да, дорогой маг. А что за сомнения я читаю в глазах? Что за сомнения я читаю в глазах? Вы в каком классе, друзья мои? Вы не читали? Позвольте. Пока. Нам не задавали, да? Хорошо, понял. Экстремалы. Будьте любезны, соберитесь. Парни. Там уже бабушка. Еще один седовый волосочек прибавился у каждой. Папа начал сидеть потихоньку. Мама волнуется опять-таки. Вопрос на 30 баллов. Внимание на экран. Кто это? Имам Шамиль. Да, Имам Шамиль. Конечно, друзья мои. Имам Шамиль. Вопрос на 40 баллов. Внимание на экран. Кто это? Так, 40 баллов. Кто-то сейчас одним ответом 40 баллов может раз и набрать. И догнать. И догнать. Так. 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 Есть какие-то варианты? Никто не нажимает на кнопочку, я так понимаю, да? Вопрос остался без ответа, друзья мои. В студии есть кто может попробовать ответить? Это Альд Клич Хасаев, друзья мои. Вот видишь, надо же было говорить. Он же говорил, он слушает, что надо было. То есть он другое хотел ответить? Да. И вы могли бы лишиться 40 баллов. Правильно рисковать не надо. Нужен здравый смысл. Вот поэтому вы и знатоки. Друзья мои, 50 баллов. Соберитесь. Экстремалы. Последний вопрос первого тура. Кто это? Пожалуйста, внимание на экран. 50 баллов. 50 баллов. Кто это? Борцов, я так понимаю, только современных знают. Угу. Так. Так. Ребят, есть варианты ответов? Варианты ответов? Дагестанский космонавт, да. А, вы его знаете все-таки. Ну вот, запомните на все оставшуюся. Это мусаман араб. По итогам первого тура, пока у нас знатоки впереди. Экстремалы немножко отстают. Но я так понимаю, что во втором туре может все поменяться. Второй тур, друзья мои. Города Дагестана. 20 баллов. Внимание. На экран. Этот город является столицей Дагестана. Нажали они. Нажали они. Мы нажали. Нажали. 20 баллов. Да. Вы только что правильно ответили на вопрос. Следующий вопрос. Города Дагестана. Вопрос на 40 баллов. Внимание на экран. Этот город самый древний не только в Дагестане, но и в России. Дербент. Да, друзья мои, это правильный ответ. Вопрос на 60 баллов. Соберитесь. Внимание на экран. В названии этого города присутствует 16 букв. 16 букв. В названии этого города присутствует 16 букв. 1, 2, 3, 4, 5. Вопрос снимается. Дагестанские огни, ребятки. Вопрос на 80 баллов. Сосредоточьтесь. Внимание на экран. Вспомните прежнее название города Каспийск. 80 баллов. Кто первый? Считаю до трех. Раз. Два. Три. Вариантов нет? Вопрос снимается. Двигатель строй, друзья мои. Вопрос на 100 баллов. Тема города Дагестана, напоминаю. Собрались. Внимание на экран. Именно этот город был первой столицей Дагестана. 100 баллов. Первыми нажали на кнопку. Жнатоки. Порт Петровск. Нет, не Порт Петровск. Каспийск. И право ответа переходит. Каспийск. И не Каспийск, друзья мои. Тимирхан Шура. Слышали такое по истории? Итак, вопрос на 30 баллов. Внимание на экран. Перед вами три аварские загадки, а ответ на него всего один. Если ты остановишься, останавливается. Если ты идешь, идет. То, что утром и под вечер больше нас, а в полдень меньше нас. Убегаешь, за тобой гонится. Наступаешь, от тебя убегает. Что это? Тень. Да, дорогие мои друзья. Да. Экстремалы подтянулись. Вопрос на 60 баллов. Третий тур. Загадки. Внимание на экран. Не огонь, а весь мир греет. О чем эта торгинская загадка? Так. А солнце. И это правильный ответ, друзья мои. Вопрос на 80 баллов. Внимание на экран. Отгадайте загадку. Говорит она беззвучно, но понятно и не скучно. Ты беседуй чаще с ней, станешь вчетверо умней. Ответ книга. Да, это правильный ответ. Вопрос на 120 баллов. Загадки. Внимание на экран. Древние греки, эту дочь Тифона Ехидны, обитающую в скалах близ Фивбиотийских, называли душительностью за то, что она пожирала путников, не сумевших разгадать ее загадки. Назовите ее имя. Вы нажали. Так. Феникс. Феникс. Это неправильный ответ. У вас есть буквально 10 секунд. Есть вариант ответа? Это Сфинкс. Последний вопрос. Последний вопрос. Соберитесь. На 150 баллов. Внимание на экран. Чем оканчивается день и ночь? Чем оканчивается день и ночь? И экстремалы первыми нажимают на кнопочку. И ваш вариант. Закат и рассвет. Закат и рассвет. Это неправильный. Да, мягким знаком, друзья мои. День и ночь заканчиваются мягким знаком. Давайте подведем итоги первого тура. По итогам первого тура лидеры у нас, очевидно, знатоки. Но это не значит, что экстремалы не могут их догнать и перегнать. На данный момент счет у нас 190 баллов, минус 250 баллов. Минус 250, потому что вы давали неверные ответы и ушли в минус. Итак, второй тур. Тема второго тура. География Дагестана, литература, фразеологизм. Готовы? Мы желаем вам удачи. География Дагестана. Вопрос на 10 баллов. Внимание на экран. О чем в переводе нам сообщает название Дагестан? Нажимается. Нажимается. Просто первыми нажали экстремалы. Страна гор. Да. Название Дагестан сложено из Сюркского Даг, гора и Иранского Стан, край, страна, область, страна гор. Второй вопрос на 20 баллов. Внимание на экран. Если прочитать название этого села Карабудахкенского района Дагестана наоборот, то получится вторая по площади страна мира. Назовите село или само государство. Вторая по площади страна мира. Либо село Карабудахкенского района. 20 секунд. Примительно подходят к концу. Раз, два, три. Есть вариант. Ребята стали по сдержанию. Минус никто не хочет уходить. Ответ Аданак. Страна Канада. Страна Канада. Третий вопрос. 30 баллов. Внимание на экран. С какой заглавной буквы начинается большинство районов Дагестана? С какой заглавной буквы начинается большинство районов Дагестана? 20 секунд. Варианты ответов. Вопрос снимается. Буква К. Девять районов. Казбековский, Кизелюртовский, Куртун, Калинский и так далее, так далее. Кулинский, Кизлярский, Курахский. Вопрос на 40 баллов. Внимание на экран. Одна из улиц Дербента названа в честь знаменитого итальянского фрукца и путешественника, который однажды побывал в Дагестане в начале 70-х годов XIII века. Кто он? Ответ это был Марко Поло. Вопрос на 50 баллов. Внимание на экран. Именно столько субъектов внутри Российской Федерации граничит с Республикой Дагестан? Три. Да, именно три. Калмыгия, Чеченская Республика и Ставропольский край. Вторая тема второго тура. Литература. Вопрос на 20 баллов. Внимание на экран. Пиноккио у итальянцев, а у нас кто? Буратино. Буратино – это правильный ответ. Вопрос на 40 баллов. Внимание на экран. Назовите известного русского баснописца. Так, пожалуйста. Крылов. Да, Крылов, друзья мои, а что? Иван Крылов. Так, вопрос на 60 баллов. Внимание на экран. Кто был героем 32 романов и 56 рассказов Агаты Кристи? 20 секунд. Толстов. Громче. Толстов. Нет. У вас есть буквально несколько секунд, чтобы озвучить вариант ответа. Знатоки воздержались. Ответ – Эркюль Пуару. Вы сериалы не смотрите, что ли? У нас уроки, говорят, ребята. Замечательный ответ. Вот этот ответ вообще мне понравился. Вопрос на 80 баллов. Узнайте героя по его описанию. Мужчина 12 вершков роста, служенный богатырем и глухонемой от рождения. Кто это? Не-не-не-не-не-не, говорит команда знатоки. Но сейчас либо вы даете ответ, либо он вам засчитывается как неправильно. Это персонаж из рассказа Муму. Ну, имя есть у этого персонажа? Так, тихо. Герасим. Герасим. Да, Герасим. Слушайте, ребятки, ну что вы. Вопрос на 100 баллов. Внимание на экран. Так звали сына Гангантьюа, который совершил немало подвигов и посетил страну волшебной бутылки. Нет, 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 нет. Так звали сына Гангантьюа, который совершил немало подвигов и посетил страну волшебной бутылки. Я бы тоже не рискнул назвать, потому что вероятность того, что его правильно произнесешь, нет. Это Пантагрюэль. Третья тема нашего второго тура. Третья тема это фразеологизмы. Вопрос на 30 баллов. Узнай фразеологизм. Что это? Какой фразеологизм? Дело время, потехе час. Дело время, потехе час. Дело! Дело в шляпе, неправильный ответ. Неправильный ответ. Дело в шляпе. Дело в шляпе, правильный ответ. Экстремалы. Ребятки, не торопитесь, не расстраивайтесь, не торопитесь. Вопрос на 60 баллов. Узнайте фразеологизм. Внимание на экран. 60 баллов. Не считай ворон. Считать ворон, друзья мои. Это правильный ответ. Вопрос на 90 баллов. Следующий фразеологизм. Внимание на экран. 90 баллов. Так. Двух зайцев одним выстрелом убил. Нет, это неправильный ответ. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. За двумя зайцами погонишься. Ну как бы там убитых зайцев нету на картинке. Поэтому мы немножечко неправильно ответили. Вопрос на 120 баллов. Пожалуйста, внимание на экран. Узнайте, что это за картинка, о чем она. Узнай фразеологизм. Посмотритесь повнимательнее. Так. Считаю до трех. Раз, два, 120 баллов. Три. Сидеть на шее, друзья мои. Тем более, я слышал так краешком уха, что вариант ответа у вас был правильный. Последний пятый вопрос на 150 баллов. Внимание на экран. Что это? На варе шапка горит. Да, именно так это и читается. На варе шапка горит. Друзья мои, у нас подошел к концу второй тур. Давайте подведем итоги. По сумме двух раундов общий счет у нас. Знатоки 450 баллов. Экстремалы минус 110. Было минус 250. То есть вы немножечко отыгрались. Ребятки, не отчаивайтесь. У вас все впереди. Вы еще можете вырваться вперед. Третий тур. Объявляю темы. Один из четырех. Все обо всем. Республика Дагестан. Начинаем. Первая тема третьего тура. Один из четырех. 10 баллов. Внимание на экран. Какая река протекает в России? А, Сена, Б, Хуанхэ, В, Табул, Г, Сенегал. Сена, Хуанхэ, Табул, Сенегал. Какая протекает в России? Сена. Сена. Это неправильный ответ. Раз, два. Сенегал. Это Табул. Это Табул. Минус 10 баллов. 20 баллов. Один из четырех. Какой город не является столицей государства? Пекин, Осло, Мадрас, Дублин. Какой город не является столицей государства? Пекин, Осло, Мадрас, Дублин. 20 баллов. Варианты ответов. Раз, два, три. Вопрос снимается. Это Мадрас. Это Мадрас, друзья мои. Вопрос на 30 баллов. Кто написал «Горе от ума»? Фанвизин, Грибоедов, Чацкий, Пушкин. Фанвизин, Грибоедов, Чацкий, Пушкин. Кто написал «Горе от ума»? Фанвизин, Грибоедов, Чацкий, Пушкин. Раз, два, три. Ребята стали поопытнее, не рискуют. Это Грибоедов. Я что сказала? Ты сказал «Горе от ума». Вопрос на 40 баллов. Каким музыкальным инструментом является рожок духовым, смычковым, щипковым, клавишным? Духовым? Да, духовым. Это так. 40 баллов за вами. Вопрос на 50 баллов. Тема 1 из 4. Сколько букв в слове «паралепипид»? Паралепипид. 12, 13, 14, 15. Паралепипид. 14. 50 баллов забирает экстремалы. Вторая тема третьего тура. Все обо всем. Вопрос на 20 баллов. Он бесплатный только в мышеловке. Сыр. Да, это сыр, друзья мои. Внимательный. Вопрос на 40 баллов. Назовите вид борьбы, в котором состязаются самые тяжелые спортсмены. Сумо. Сумо, да, друзья мои. 60 баллов. Внимание на экран. Что такое гольф-стрим? Что такое гольф-стрим? Нет, гольф-стрим. 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 Так. Вариант ответа. Поле для гольфа. Поле для гольфа. Это неправильный ответ. И у вас есть буквально несколько секунд, чтобы ответить. Раз, два, три. Вопрос снимается. Подводное течение. Вопрос на 80 баллов. Назовите самого известного борца из Дагестана, который стал первым из спортсменов, избранным депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР. Я видел нажатую кнопку. Итак. Хабиб Нурмагомедов. Хабиб Нурмагомедов. Дагестанская АССР. Это Советский Союз. Хабиб Нурмагомедов. Да, известного борца из Дагестана. Али Алиев. Али Алиев, друзья мои. Последний вопрос. Темы «Все обо всем». 100 баллов. Загадка. Все ест, не наедается, а попьет, умирает. Огонь. Огонь. Да, именно так, друзья мои. Вторая тема третьего тура подошла к логическому завершению. И у нас следующая тема – Республика Дагестан. Вопрос на 30 баллов. Внимание на экран. Если верить порталу «Эхо Кавказ», Дагестан – единственное место в России, где каждую весну массово зацветают именно эти цветы. 30 баллов. Тихо, тихо. Вопрос снимается. Потому что прозвучала загадка, и это маки на самом деле. Горные маки. Если еще раз я услышу подсказку, выведу из зала. Выведу из зала. Более того, еще раз услышу подсказку. Вот те баллы, которые должны были бы получить ребята, минусоваться будут у обеих команд. И за эти медвежьи услуги… Тишина. Тишина. За эти медвежьи услуги буду наказывать жестко. Никаких подсказок, друзья мои. На первый раз предупреждаю. Второй раз предупреждать не буду. Просто будем минусовать баллы. Понятно? Все. Не оказывайте медвежьи услуги. Это были горные маки. Вопрос на 60 баллов. Внимание на экран. Борьба горцев завершилась 25 августа 1859 года почетным пленением Шамиля. В Москве ему показали Кремль, другие достопримечательности города. Но особенно Шамилю понравилась эта пушка, которая никогда не стреляла. Как называется эта пушка? Она у вас на экране. Вопрос на 60 баллов. Раз, два, три. Эти 20 секунд пролетели. Царь пушка, друзья мои. Царь пушка. Очередной вопрос. Тема Республика Дагестан. 90 баллов. Внимание на экран. Этот напиток в горах появился лишь во второй половине 19 века и был вначале доступен лишь представителям знати. Тогда к нему относились весьма бережно, экономно и оттого он имел довольно бледный вид. О чем речь? О чем речь? Раз, два, три. Вопрос снимается. Это чай, друзья мои. Это чай. Вопрос на 120 баллов. Четвертый вопрос этой темы. Внимание на экран. Перед вами точная копия самолета Ил-2, установленная в музее «Россия. Моя история» в Махачкале. Какому известному летчику «Асу» принадлежал этот самолет? Перед вами точная копия самолета Ил-2, установленная в музее «Россия. Моя история» в Махачкале. Какому известному летчику «Асу» принадлежал этот самолет? Раз, два, три. Ответ Юсупа Акаеву, Героя Советского Союза. Его называли, кстати, дагестанским Талалихиным. Очередной вопрос последней этой темы. 150 баллов. Внимание на экран. Как называется этот мемориальный комплекс, посвященный историческому подвигу дагестанцев, разгрому полчищ Надершаха в Андалале в 1741 году? Как называется этот мемориальный комплекс? Честно говоря, даже обидно немножечко. Я думаю, вы знаете это название. Вопрос снимается. Это Ватан. У нас подошел к завершению третий тур. Подведем итоги. Команда знатоки набрала 660 баллов. С чем мы ее и поздравляем. Команда экстремалы. Она находится в минусе. Вы рисковали, ребят. Не всегда успевали нажимать на кнопочку. Я понимаю. Ну, так получилось. Минус 150. Не стоит отчаиваться. Вам огромное спасибо. Но по правилам нашей игры, те, кто находятся в минусе, в принципе, смысла нету переходить в четвертый тур. Вам огромное спасибо. Эти аплодисменты для вас. Ребятки, знатоки, вы можете попробовать ответить на вопрос, рискнув увеличить свои баллы, я не знаю, на 10, на 1, на 660, на 50. Нет, вопрос услышать нельзя. Вопрос услышать нельзя. Вы будете рисковать? Вам огромное спасибо, друзья мои. Это была игра Сумом Дети. Первая игра с командами знатоков и экстремалов. Я думаю, вам было интересно. Надеюсь. Оставайтесь с каналом ННТ. Мы постараемся быть полезными. И смотрите эту игру на канале в YouTube. Лайкайте, отправляйте свои комментарии. Спасибо.